Маркетолог, общественный деятель, организатор оригинальных бизнес-форумов, основатель школы маркетинга «Инсайт» с темой «Обзор трендовых инструментов для маркетолога и собственника» Элина Гарипова. Встречаем, друзья! Ваши аплодисменты! Как настроение? Отлично. Очень рада. Так, можно будет мою презентацию? Сейчас немножко так по верху пробегусь, какие тренды вообще есть. Более подробно каждую тему раскроют следующие спикеры. Если будут какие-то вопросы, я буду во время кофебрейка проводить личные консультации, поэтому записывайтесь, подходите обязательно с удовольствием, с каждым пообщаюсь. Так, с чего же начнем? Тренды маркетинга и продажа в 2019. Все соглашены, что маркетинг и продажа – это две абсолютно неразрывные направления бизнеса, которые нужно рассматривать под одним углом? Отлично. На самом деле все новое – это хорошо забытое старое. И в этом вы сейчас убедитесь, потому что у меня как раз слайды показывают те инструменты, которые были ранее, использовались ранее, они более в новом формате, будут представлены уже в этом сезоне, уже используются ведущими компаниями. Во-первых, это тоннели продаж. Есть среди вас те смельчаки, которые уже организовали у себя? Тоннели продаж. О, отлично. Сегодня как раз у вас появится возможность задуматься над этим инструментом. Раньше были воронки продаж, сейчас тоннели продаж. Если посмотреть даже на саму форму воронки, то есть мы понимаем, что изначально сюда наверх клиентов льется очень много. То есть в принципе заявок, скорее всего, через сайт, через мессенджеры вы получаете очень много звонков в вашу компанию. Но по каким-то причинам они сливаются. То есть рекламный бюджет вы затратили, человек на 100, на 200, а в итоге продали двоим, троим, четверым, ну смотря у кого какая конверсия. В среднем конверсия воронок варьируется около 10%. Есть, конечно, компании, которые работают над улучшением каждых из этих частей и увеличивают каждым разом эту воронку. Но средняя конверсия, она где-то около 10%. Что же такое тоннели продаж? Это цепочка событий в организации, цепочка мессенджеров для клиента, которая потихоньку потепляет этих клиентов, делает их вашими. То есть как это происходит? Клиент, примерно такая вот схема, она даже выглядит в виде тоннеля. Клиент попадает отсюда через мессенджер, через какую-то информацию, виральный контент, через социальные сети. Дальше ему предлагается страничка вид магнит, который притягивает клиента, оставить его контактную информацию или любую другую. И после чего потихоньку начинается такая бомбежка клиента полезным контентом. Это могут быть видео полезные, инструкции, чек-листы, которые потихоньку клиента делают вам лояльными. Ну и есть сценарий, по которому движется клиент туда или сюда. Возможно, он после первого контакта у вас покупает, возможно, после второго и так далее. Но смысл тоннеля продаж в том, чтобы все лиды, которые поступают в вашу компанию, они не терялись. А тем или иным способом оставались ваши компании. И в дальнейшем, работая с ними через вот такую систему, покупали у вас продукты. Почему же в этом направлении стоит двигаться, моя рекомендация? Потому что конверсия тоннелью продаж после внедрения составляет от 30 до 80%. Или 10, или 30, уже существенная разница. Так, поехали дальше. Чат-боты. Кто уже пользуется? Среди вас есть? Есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. В принципе, где-то процентов 5 аудитории уже пользуются этим инструментом. Что же это такое? То есть вот пример, как они оформляются. Это ваш менеджер, маркетолог, продажник, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без отпусков, без перерывов, без выходных. И, то есть это такая автоматизированная система, которая общается с клиентом. Вплоть до того, что чат-боты умеют оформлять заказы. По цвету определяют, по размеру и так далее. Клиенту будет выдаваться определенное сообщение, которое, то есть, будет отвечать на его запросы. Раньше были лайв-чаты на сайтах, помните? Callback Hunter начали внедрять, в первую очередь. Даже этот инструмент после внедрения. Почему это уже не тренд? Потому что, мне кажется, большинство компаний уже внедрили. После внедрения этих инструментов сайты увеличивают конверсию до 30%. То есть было, например, 10%, стало 13%, 15% и так далее. Преимущество работы чат-бота – это, естественно, постоянная связь, постоянный представитель вашей компании, мессенджеров. И почему очень хорошо и популярный заход? Потому что мессенджеров есть все. То есть ваша аудитория проще там не через e-mail переписываться. Есть компании, которые через e-mail еще до сих пор с клиентами пообщаются? Через e-mail? Есть, да. Ну, представьте себе, e-mail нужно открыть, текст написать, потом адрес туда вбить, добавить, отправить. Получить там уведомление, а не попало в спам или же клиент прочитал. А чат-боты – это такой инструмент, который позволяет клиентам напрямую через мессенджеры общаться. Можно настраивать через Инстаграм, через Контакт, через Фейсбук, через Ватсап или же Телеграм. Так, поехали дальше. Становится очень таким популярным трендом направление «лицом в лицу», так назовем его, это организация сообществ. То есть, в рамках которых вы собираете вашу лояльную аудиторию, начинаете с ними общаться, генерировать какие-то кросс-маркетинговые акции. Возможно, даже эти потребители становятся в дальнейшем вашими клиентами. Мы тоже подлавим этот тренд. Вот создаем ассоциацию маркетологов в Республике Башкортота. Если у вас есть тоже потребность в общении с профессиональными маркетологами, в этой ассоциации – welcome. Во время кофе-брейка также можно будет на столе регистрации оставить заявочки, ваши контактные данные, и, в принципе, мы вас пригласим. Чем хороши ассоциации в целом сообщества? То есть, это такой круг единомышленников, с которыми вы можете реализовывать очень крупномасштабные проекты. Например, то же самое, как сегодняшнее мероприятие, которое состоялось благодаря неравнодушным людям в маркетинге, а к маркетингу и к рекламе. И также в тренде остается личный бренд, потому что люди привыкли доверять конкретным людям. Люди очень интересуются основателями организации, не просто формально организацию, которая оказывает услуги. Им интересно, кто основатель, какие у него принципы, какая у него миссия исходит из него. Поэтому через личный бренд сейчас, даже на сегодняшний день, если он у вас не сформируемый, очень легко задаться этим вопросом и начать его продвигать. И таким способом, то есть уже продвигать не конкретно бренд компании, а конкретно себя, как специалиста в этой области. И, естественно, доверия и лояльность к вам будет больше. Сегодня уже Виталий рассказывал про глобальную цифровизацию всех данных, про глобальную оцифровку. Но в то же время эта оцифровка приводит к тому, что необходима персонализация. Персонализация. Персонализация каждого продукта под каждого клиента. Потому что сейчас уже не клиент не покупает, он не спрос удовлетворяет свой. Он делает выбор в пользу вас или вашего конкурента. Вот. И тоже кейс конкретно хочу рассказать. Вот школа маркетинга. Кто был на маркетинговой среде в прошлом году осенью, слушал презентацию. На самом деле мы школу запустили. И чтобы не быть голословной даже фотографией, вот с наших мастер-классов подготовил. Мы запустили две большие группы, до 10 человек, на большой курс 5-месячный. Также начали проводить мастер-классы по Инстаграму. То есть тоже тема интересная. Подходите во время кофе-брека. Вот. И поняли, что на самом деле у нас аудитория не только маркетологи и не только предприниматели. Среди них есть такие подгруппы, которые есть с конкретным запросом. И поэтому у нас появились новые продукты. Это практически маркетинг для товаропроизводителей, сельхозпроизводителей. То есть сами понимаете, да, это такая специфика, где нужна конкретная проработка каждого инструмента маркетингового, адаптированного под конкретный бизнес. Согласны? Сделали еще отдельный курс для начинающих. То есть это вот совсем-совсем новичков. Плюс мы сюда внедрили такую систему, это трудоустройство. То есть помимо обучения мы еще и помогаем трудоустроиться. Вот буквально на перерыве ко мне подходил мой бывший клиент, который сейчас тоже очень крупной компанией работает, и уже оставил заявочку, что ему нужен маркетолог. Поэтому работаем с очень известными компаниями, брендами и можем предоставлять такие услуги. То есть персонализация здесь заключается, это адаптация конкретного продукта под конкретного потребителя. Инстаграм ТВ очень громко заявились изначально, еще где-то в конце прошлого года, громко зашли и что-то как-то утихли. Сейчас заметили, да, то, что потихоньку блогеры начинают этим инструментом пользоваться. На самом деле такая система, как Инстаграм, не стала бы заведомо право и проектом заниматься. Поэтому этот инструмент в дальнейшем будет расти. И учитывая, что сейчас этот инструмент охватил не так обширно и широко, у вас тоже есть возможность задаться вопросами, пользуясь этим инструментом, внедрив его, получить большое преимущество над вашими конкурентами. Но более о этих инструментах вам расскажет Рита Балтина. Она сегодня будет выступать, рассказывать прямо самые тренды-тренды Инстаграма. Она сегодня в зале. Вот она. Посмотрите в программе, обязательно послушайте ее. Так, икон технологии. Про это тоже уже сегодня Виталий немножко рассказал. Про Wi-Fi. То есть, когда человек, просто гуляя по торговому центру, как правило, Wi-Fi никто не отключает, даже если не пользуется. То есть Wi-Fi, улавливая данные с ваших телефонов, делает вам персональные предложения. Притом, это тестируется не только в торговых помещениях. Это даже, то есть, красные линии, которые располагаются по линии пешеходных тротуаров, они тоже активно начинают пользоваться. Это больше, конечно, подходит для бизнеса B2C, но тем не менее, варианты продумать, как это использовать и в сфере услуг, возможно. Вот как это работает? То есть, вот Wi-Fi собирает данные с вашего телефона через геолокацию, обрабатывают ее через облачный сервис, дальше приходят конкретные сообщения на конкретный телефон. То есть, персональные сообщения, возможно, даже с указанием обращения. Там, уважаемая Элина, будьте любезны, заглянуйте нам сегодня в наш магазинчик. У нас новая партия сумочек и так далее. Так, мобильные платежи. Здесь тоже останавливаться, на самом деле, долго нету смысла, покажу только вот это. То есть, тенденция роста к электронным платежам растет, она дальше будет увеличиваться, поэтому люди, на самом деле, очень мало уже носят с собой наличности. Если вы предприниматель, у вас нету там кассовых аппаратов, нету возможности оплачивать через мобильный интернет, ну, как минимум, вы уже теряете вот какое количество потребителей. Видите, тенденция к росту, при том она увеличивается. Арт-приложения. Это такое некое дополнение, виртуальное дополнение реальности. То есть, например, здесь конкретно мебельная компания разработала такое приложение, с помощью которого вы можете просто пройтись по думам, померить эту мебель, где бы она удачно вписалась. То есть, арт-приложения, они здесь могут менять цвет, то есть, какая мебель здесь лучше пишется, размеры и так далее, разрабатываются под разные сегменты. Вот, например, такой вариант. Часов, украшения, вплоть до макияжа. Какие тени вам подойдут, какой цвет губной помады. Клево уже? Так, контент-маркетинг, нативная реклама. Про контент говорят очень много. С тех пор, как вышла книга «Пиши, сокращай». Кто читал? Все начали хорошо писать, на самом деле формировать хороший контент. И тренд к развитию, он до сих пор нарастает. По опросам того же самого Инстаграма, процентов 30 аудитории остаются у тех блогеров, которые интересно пишут. Не просто красивые фотографии, а еще и интересный текст, который может быть где-то полезно использовать. Ну и, естественно, через контент-маркетинг хорошо подается нативная реклама. Если вы не хотите просто постоянно полезно писать, через натив, пожалуйста, начинайте рекламировать ваши услуги. Помните, да, эти знаменитые сигареты? Квентин Тарантино у себя во всех фильмах, во всех фильмах Квентин Тарантино все курят, все персонажи курят именно этот бренд сигарет. Его на самом деле не существует, но тем не менее все знают о нем. Почему? Прямой рекламы не было. Люди, герои, которые снимаются, просто в руках держат. Даже, видите, здесь не особо видно то, что через экран. Но, тем не менее, таким образом данный бренд популяры не только на слуху маркетологов. Я опрашивала у себя в группе учеников. Тем не менее, вот эта история на слуху. Таким же способом я вам рекомендую не только через видео, но и текстовую вашу информацию подавать сочно и красочно в ваш продукт. В видео важнейшее искусство в маркетинге. Становится почему? Потому что не нужно утруждаться читать, не надо листать. Просто включил и смотришь, наблюдаешь. И те, кто умеет хорошо снимать, качественное видео сегодня в тренде. Потому что все платформы, YouTube, Facebook, Instagram и прочее, они уже располагают возможностью транслировать видеоконтент. И даже и БТВ, то, что сейчас Instagram, это является подтверждением. Омниканальность. Что же это такое? В чем она отличается от мультипликативности? Мультиканальности. То есть, есть одноканальность, когда вы с клиентом через почту переписываетесь и переписываетесь. То есть, другой возможности как-то этого клиента завербовать у вас нет. Есть мультиканальность, когда вы с клиентами общаетесь и через e-mail, и через какой-то чат, там, не знаю, Telegram. Может быть, возможно, у вас есть CRM, через который тоже происходит обмен информацией. Омниканальность – это когда, без разницы, какой инструмент, у вас есть единая платформа, которая соединяет клиента, его чаты, его телефоны, его e-mail, его сайт и так далее. То есть, это такие платформы, которые могут с клиентом общаться через абсолютно разные каналы коммуникации. То есть, на самом деле, очень хороший инструмент, потому что возможность до клиента достучаться, у вас появляется, увеличивается. И в то же время вы не затрачиваете на это много энергии. То есть, в случае мультиканальности вам пришлось бы через каждый инструмент общаться. В данном случае, вы общаясь через один инструмент, получается, вы охватываете абсолютно все каналы. Так, ну и напоследок, мне уже подсказывают, что у меня время заканчивается. Хочу такой дать совет. Экспериментируйте, естественно, пробуйте разные тренды, пробуйте разные каналы, коммуникации внедрять, по-разному работать с клиентами. Но в то же время не забывайте систематизировать те результаты, которые у вас есть. То есть, воспользуясь одним, потом другим и третьим, смысла не будет, если вы это не будете внедрять систематически. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Элина. Элина, я прошу, пожалуйста, не уходить со сцены. Друзья, давайте благодарим Элину и вручим небольшой подарок от наших партнеров и фоточку на память о лендовых центрах.